Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа Актуальное интервью. И веду ее сегодня я, Гульна Рассидникова. И мой собеседник сегодня, заместитель главы администрации района по экономическому развитию и предпринимательству Фейруза Ганеева. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите о социально-экономическом развитии нашего района в настоящее время. Мы в ежемесячном формате получаем от Министерства экономического развития Республики Башкорстан показатели социально-экономического развития муниципального района. И по ним мы можем оценивать, насколько меняются цифровые показатели. Буквально в понедельник Радий Фаридович озвучил показатели развития субъекта, то есть Республики Башкорстан. Если сравнение с этими цифрами рассматривать наши показатели, некоторые цифры немного хуже их, а некоторые довольно-таки оптимистичны и лучше среднереспубликанских показателей. Если вернуться к такому показателю, как валовый региональный продукт, он превышает стопроцентную оценку в целом по республике. Но у нас немного не дотягивает. То есть у нас показатели по отгрузке продукции собственного производства нашими предприятиями немного ниже 100%. Это вот по результатам 9 месяцев 98% где-то. И продукция сельского хозяйства тоже не смогла дотянуть той оценки, которую достигли в целом предприятия республики. То есть предприятия республики смогли достигнуть 100% результат, а наши предприятия немного пониже. Какие цифры у нас лучше по сравнению с республиканскими? Отрадным фактом озвучил Радий Фаридович улучшение показателей по смертности. И вот здесь, если в целом коэффициент по сравнению с прошлым годом улучшился по республике где-то порядка снижения смертности порядка на где-то 4%, то у нас этот процент где-то на 6% составил. То есть вот есть такие показатели. Ну в целом вот по тому рейтингу, который Министерство экономического развития в ежемесячном формате формирует показатели, мы примерно в 20-ке в целом по республике находимся. Не скажу, что наши показатели существенно ниже этой отметки, за редким исключением. То есть мы вот, если вернуться к сравнению, вот по показателям, по обгрузке продукции, собственно, производства по уровню средней заработной платы, в целом по муниципальному району, по крупным и средним предприятиям и по многим другим показателям, примерно на 20-23 позиции. То есть в среднем вот такие показатели наши. А вот примерно сколько критериев? Ну, показателей очень много. Мы, если по рейтингу, по тем показателям, которые нам отправляет Министерство экономического развития, там, ну, порядка 20, так скажем, показателей. Уже мы еще в работе со службой статистики добираем еще некоторое количество, ну, в зависимости от ситуации. Вообще, так скажем, для того, чтобы рейтинговать деятельность администрации муниципальных образований, до нас доводят такие, как показатели оценки эффективности. А там уже не один десяток цифр, не один десяток показателей. И каждое отраслевое ведомство формирует свой показатель, методику формирования. И в ежеквартальном формате мы формируем эти величины, так скажем, и согласуем с ними. То есть, в принципе, за деятельностью органов местного самоуправления, за тем, что они делают, в каком объеме и какие результаты достигают, достаточно тщательно, так скажем, следят. И все эти показатели мы формируем. Некоторые в общедоступных информационных ресурсах, а некоторые в закрытых. И ежегодно, так скажем, органы местного самоуправления по результатам деятельности за год, по органам местного самоуправления присваиваются рейтинговые места. Есть какие-то из этих показателей более существенные или они равноценны? Сказать, что какой-то показатель важный или нет, нельзя. Просто для кого-то, возможно, так скажем, этот показатель неинтересен, но в него закладывается деятельность какой-то отраслевой структуры. То есть эти показатели, в принципе, как бы подразделены, и каждое структурное подразделение формирует свой набор цифр. И поэтому сказать, что какая-то цифра не важна, нельзя. То есть все-таки в него закладывается какой-то смысл, какой-то объем работ, какой-то объем финансирования. Соответственно, они все равно какой-то смысловой информации все равно внесут. То есть сказать, что эта цифра не важна, нельзя. Все-таки показатели оценки эффективности мы и на своем собственном сайте размещаем. Тот вариант, который федерального уровня, это называется показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. Там форма таблицы такая, в котором отражаются эти цифровые показатели за предыдущие три года, отчетные и плановые на предстоящие три периода. И при расчете используется методика изменения показателей в динамике и по сравнению с аналогичными муниципальными образованиями. То есть рейтингуется не все районы подряд. Мы, муниципальные районы с административным центром в городском поселении, выделены в отдельную группу, где состоят 12 муниципальных образований. Сельские поселения находятся в другом списке. И городские округа тоже в другом списке. То есть нас градировали по схожим признакам и нас сравнивают друг с другом отнюдь не всех подряд. То есть там такая методика существует. И, так скажем, органы местного самоуправления при формировании этих показателей мало того, что работают на результат, при этом еще и соревнуются друг с другом. То есть дух соревнований в этом тоже сохраняется. То есть это достаточно эффективный метод? Да. Причем эти рейтингования по показателям оценки эффективности, так скажем, еще и материально подкрепляются. И обладатели призовых мест получают дополнительные финансирования на решение вопросов местного значения. Тот же бизнес. Как у нас обстоят дела в районе, в этой сфере? Если говорить о субъектах малого и среднего предпринимательства, то да, ситуация не столь радужна, как, так скажем, с другими показателями. За последние пять лет численность субъектов малого предпринимательства, это индивидуальное предпринимательство, среднее, малое и микропредприятие, существенно сократилась. Если в 2012-13 годах мы говорили о цифрах где-то около 1300, то уже в настоящее время субъектов малого и среднего предпринимательства, это и предприниматели, и среднее предприятие, и малое предприятие, у нас даже 900 единиц нет. То есть их количество существенно понизилось. И структура численности субъектов малого предпринимательства тоже претерпела изменения. То есть буквально 2-3 года тому назад мы говорили, что существенное количество субъектов малого и среднего предпринимательства занимается торгово-розничной деятельностью, а также услугами для населения. Это вот показатель 53% был. А уже буквально по итогам 2018 года, на начало года, и эта тенденция в настоящий момент сохраняется, структура в структуре в общей численности субъектов малого предпринимательства, количество предпринимателей, занимающихся торговой деятельностью и бытовыми услугами, осталось на уровне 43%. То есть уже все-таки, если в настоящий момент уже предприниматели занимаются больше видами производственными видами деятельности, обрабатывающая промышленность, то есть все-таки уже структура меняется. Предприниматели тоже, так скажем, начали больше заниматься созидательным трудом, нежели торговлей. Основной показатель, который характеризует предпринимательскую активность в муниципальном образовании, это количество субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 тысяч населения. На региональном уровне этот показатель тоже не очень, так скажем, радужный. Насколько мы знаем, по итогам 2018 года республика Башкорстан находится примерно в шестой десятке. То есть это тоже не очень хороший показатель. Но и у нас в районе этот показатель еще, над этим показателем еще, так скажем, надо бы поработать. А есть какое-то эталонное число, норма, которая говорила бы как раз о высоком уровне развития экономики? Согласно показателям, которые до нас доведены в рамках регионального проекта по акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, количество субъектов малого предпринимательства по муниципальному образованию на 2024 год должна составить порядка 223 человек на 10 тысяч населения. В настоящий момент у нас эта цифра 199 человек на 10 тысяч. А с чем связываете вообще и то, что количество, так скажем, в настоящее время меньше нормы, и вообще общее уменьшение количества предпринимателей? Нормы это, конечно, не назовешь, просто предприниматель — это прежде всего человек, который занимается деятельностью, и основная цель — это извлечение дохода, так скажем, от деятельности, которую он осуществляет. Соответственно, человек, занимаясь предпринимательством, он прежде всего считает как свои доходы, но и при этом достаточно серьезное внимание акцентирует на расходы. То есть в любом случае он работает на положительный результат. Все-таки положительный результат — это не так легко и просто добиться, особенно с учетом того, что доля обязательных платежей тоже для предпринимателей достаточно, так скажем, существенна. Мы вот при переходе с 2012 на 2013 год ощутили существенное уменьшение количества субъектов малого предпринимательства. Это произошло именно в тот момент, когда обязательные взносы в пенсионный фонд для предпринимателей были, так скажем, зафиксированы на определенном уровне. И при этом они стали достаточно, немного, не то что немного, больше, чем до этого было. То есть люди, которые были предпринимателями, существенно ощутили изменение этих платежей. И, соответственно, они, чтобы избежать этих обязательных платежей, предпочли прекратить свою деятельность в качестве предпринимателей. То есть они посчитали, что быть безработным, так скажем, не осуществляет предпринимательскую деятельность. Это будет выгоднее, чем продолжать работу в качестве индивидуального предпринимателя. То есть в любом случае предприниматель считает все минусы и плюсы, и не имея существенно положительного результата, не берется за это дело. Все-таки они живо реагируют на экономическую ситуацию, так скажем, и делают выводы. Хотя, в принципе, в целом в регионе вроде, так скажем, немало инструментов для поддержки субъектов малого предпринимательства. Сейчас принято говорить в обществе о том, что экономический спад, кризис в стране, в республике, возможно. Как оцениваете реальное положение дела? Цифры, так скажем, упрямая вещь. Они все-таки говорят о том, что, в принципе, ситуация достаточно стабильна. То есть сказать о том, что был резкий экономический спад, показатели, цифры существенно пошли вниз, нельзя. Все-таки мы видим, динамика, она положительная. И даже с учетом цифр, которые влияют, то есть, так скажем, с учетом инфляции, все равно динамика положительная, она существует. Мы ее видим, мы ее прослеживаем. А если говорить об инвестициях? Инвестиции — это, конечно, один из основных показателей. И у нас по итогам, пока мы имеем показатели только за полугодие, за первые полугодия 2019 года наше предприятие по сравнению с первым полугодием 2018 года отработали очень хорошо. У нас увеличение объема криптоваловложений в 2,8 раза. То есть, в принципе, существенно. Но мы и сами видим, то есть, та же самая коррекционная школа — это существенные капитальные вложения в наш район. Обновление, так скажем, технопарка, сельхозтоваропроизводителей, они все у нас фиксируются. То есть, это очень хороший показатель. И он у нас в настоящий момент поднял нас на высокий уровень, так скажем, по сравнению с нашими коллегами. То есть, он у нас хороший пока. Но и до конца года, надеюсь, эта тенденция сохранится, потому что сдача тех же самых социальных объектов, она предусмотрена к концу года. То есть, в принципе, эти цифры, мы полагаем, что сохранятся. Мы объем капиталовложений планируем не ниже уровня предыдущего года. И надеемся, что и в дальнейшем такая же тенденция сохранится. В целях привлечения инвестиций мы все работаем, как скажем, по определенному доведенному стандарту. То есть, мы все формируем инвестиционные паспорта. То есть, там описывается инфраструктура муниципального района, энергообеспеченность муниципального района, муниципальные объекты, недвижимости, муниципальная земля, которая может быть предоставлена в целях реализации того или иного инвестиционного проекта. То есть, мы, в принципе, работаем все по стандарту. А уже сочтет ли интересным для вложения инвестиций наш район как конкретно взятый хозяйствующий субъект, это уже, знаете, если честно, так скажем, не угадаешь. Как нам сейчас говорят, не надо искать кого-то со стороны, надо брать своих и воспитывать. То есть, в принципе, мы должны стимулировать именно свои хозяйствующие субъекты на то, чтобы они направляли свои финансовые ресурсы на обновление основных фондов, на расширение производственных помещений и на обновление материально-технической, так скажем, базы. То есть, мы должны воспитывать в своих предпринимателях, в своих предприятиях инвесторов, надо стимулировать. В принципе, мы вот как бы к этому работаем. В целом, то, что мы, например, настоящей маме привлекли то же самое и ТС Агро, я так считаю, что это в целом заслуга нашего главы. То есть, он, так скажем, отработал на все сто, чтобы ООО и ТС Агро пришло в наш район. И в целом, например, отдел сельского хозяйства со своим министерством, которое курирует эту отрасль, они отработали. То есть, вот это в целом уже глава взялся за этот проект, а отдел сельского хозяйства целенаправленно отработал, чтобы этот проект заработал. В принципе, вот когда мы находим вот таких людей, которые готовы вложить финансовые средства на реализацию или расширение какого-то объекта, на реализацию какого-то проекта, мы стараемся всеми силами способствовать. То есть, уже никто не придет, так скажем, да, чудеса случаются, но, так скажем, никто не придет с большими деньгами откуда-то извне. Нам самим надо учиться вкладывать ресурсы, которые у нас имеются. Мне, как представителю отдела по экономическому развитию и предпринимательству, естественно, интереснее, когда идет вложение в производственные ресурсы, так скажем, когда мы видим в структуре инвестиций, что идет обновление производственных мощностей и какие-то производственные помещения строятся. Но, в принципе, в целом, когда район оценивается, особо такой, так скажем, разницы нет. Те же социальные объекты точно так же надо строить, их точно так же надо обновлять, так скажем. И то, что они у нас появляются, это и есть хорошо. То есть, в принципе... Но для... Если вернуться к тому же самому рейтингу, который по органам местного самоуправления делают, там есть показатель, который оценивает в целом объем инвестиций по муниципальному району и объем инвестиций за исключением бюджетных средств. То есть, в принципе, потом уже, когда рейтингуется, все, что бюджетно вложено, оно как бы остается за расчетом. Вернее, оно используется в одном показателе в расчете, а в другом расчете, при расчете другого показателя эта цифра учитывается без бюджетных. И там уже видно будет именно то, насколько частные капиталы вложены в основные фонды, так скажем. Этот показатель, он, так скажем, существенный, он в целом по региону где-то порядка 20, ну, более 20 тысяч. По нацпроектам, в рамках реализации национальных проектов этот показатель регион пытается довести до цифры, превышающей 70, так скажем. В нашем муниципальном образовании пока эти цифры достаточно скромные. Но я не скажу, что одни мы такие. В принципе, основные объемы инвестиций, они делаются, так скажем, все равно в крупных городах. Но у нас он даже до 10 тысяч не доходит. Поэтому вот, если так смотрим, вот, например, наш район порядка 6-7 тысяч рублей. В целом по республике это более 20 с лишним тысяч рублей. А к 2024 году мы этот показатель должны довести до 70 с лишним, так скажем. То есть такие планы грандиозные. Планы, да, грандиозные. Сейчас в республике нашей, в том числе в нашем районе, предпринимательский час проводится. И это один из шагов к реализации грандиозных планов? Естественно, предпринимательские часы, они призваны стимулировать наших предпринимателей. Это один из, в настоящий момент уже мы поняли, один из действенных, рычагов, действенных инструментов в рамках содействия предпринимателям. То есть те 19 проектов, которые мы рассмотрели с начала года, они все-таки, те предприниматели, которых мы рассмотрели на этих инвест-часах, они ощутили реальные плюсы этого мероприятия, так скажем. Если до сих пор предприниматель в рамках решения какого-то, в рамках своего проекта рассматривал каждый вопрос по отдельности, он, так скажем, к каждому обращался, даже к отдельным структурным подразделениям администрации обращался, так скажем, в порядке, в определенном порядке, то в настоящий момент для предпринимателей появилась такая возможность, как предпринимательский час. Любой предприниматель имеет возможность заявиться на это мероприятие, озвучить свою бизнес-идею, так скажем, и озвучить вопросы, которые ему надо бы решить. Да, естественно, органы местного самоуправления, они действуют только в рамках своих полномочий, то есть не все вопросы мы можем решить, но, по крайней мере, вопросы, которые в нашем уровне можно решить и посодействовать, мы, по крайней мере, эти вопросы разбираем. То есть предпринимательский час у нас, он проходит, так скажем, там, кроме главы самого предпринимателя, мы стараемся пригласить максимальное количество специалистов, которые могут задать на все вопросы, которые даже в рамках обсуждения могут. То есть мы никогда не оставляем в стороне представителей комитета по управлению собственностью. Практически на каждом у нас в предпринимательском части присутствуют специалисты сельского хозяйства, все-таки у нас много земель сельскохозяйственного назначения, даже вопрос перевода земли из одной, так скажем, категории в другой, это тоже как бы обсуждаем. Мы обсуждаем. Всегда у нас представители отдела архитектуры и градостроительства присутствуют. Если речь идет о проекте, реализуемом на территории городского поселения, специалисты городского поселения всегда присутствуют. То есть у нас такое, так скажем, живое общение, и мы стараемся со своей стороны достаточно тщательно прорабатывать вопросы, потому что и ставим уже реальные сроки, в течение которого можно тот или иной вопрос решить. Хотя даже вот вроде как бы достаточно тщательно стараемся обсуждать все эти вопросы, все равно у нас возникают такие ситуации, когда мы переносим сроки исполнения по определенным позициям. То есть все-таки этот предпринимательский час, он, так скажем, инструмент для предпринимателей, он, так скажем, достаточно удобен, и мы вот хотели бы, чтобы все-таки предприниматели более активнее присутствовали на этом мероприятии. Нам иногда все-таки приходится, так сказать, искать среди тех, которые просто обращаются в решении того или иного вопроса. То есть мы среди входящих запросов выискиваем обращения не просто физлиц, так скажем, физических лиц, зарегистрированных в качестве предпринимателей, и выискиваем такие вопросы, которые, так скажем, земельные, имущественного характера, которых была бы какая-то ссылка на осуществление деятельности. То есть, в принципе, мы выискиваем таких, так скажем, предпринимателей и уже общаемся напрямую с ними и говорим, что вот есть такая возможность пообщаться непосредственно у главы со всеми специалистами и максимальное количество вопросов разрешить в беседе, так скажем. А с чем связываете вот то, что подчас низкая активность предпринимателей? Это их нежелание? Это какие-то сомнения? Традиционно предприниматели, я так думаю, считают, что мы не можем им помочь, нежелаем им помогать. То есть по какой-то, так скажем, причине у предпринимателей устоявшееся такое мнение, что органы местного самоуправления не совсем, так скажем, горят желаниями помогать. Мне почему-то именно так кажется. Хотя это совсем не так. Нам нужны люди, которые занимаются предпринимательской деятельностью. Мы зачастую именно индивидуальные предприниматели, малые предприниматели занимаются теми видами деятельности, которые пренебрегают, так сказать, заниматься крупные и средние хозяйствующие субъекты. Поэтому мне кажется всё-таки у них устоявшееся мнение, что мы не желаем и не можем им помогать. Хотя в действительности существуют такие вопросы, которые в действительности не в наших полномочиях. То есть предприниматели обращаются с такими просьбами, вопросами, которые в действительности не в наших полномочиях, так скажем. Но в этом случае мы стараемся взаимодействовать с региональными органами исполнительной власти. То есть, в принципе, такая возможность тоже имеется. Отдел называется «По экономическому развитию и предпринимательство». Но при этом спектр вопросов не ограничивается этим. За нашим отделом закреплены также вопросы защиты прав потребителей. Мы также курируем торговлю, бытовое обслуживание населения, муниципальные услуги и ещё ряд вопросов. И, соответственно, сказать, что мы не проводим приём населения нельзя. То есть по защите прав потребителей к нам обращаются, к нашим специалистам регулярно. То есть мы по этим вопросам даём как консультации, так и непосредственно общаемся по тем или иным вопросам. Можем порекомендовать, кому следует обратиться. А с какими вопросами чаще обращаются? По защите прав потребителей в основном обращаются в том случае, когда торговое предприятие, так скажем, торговое предприятие отказывается принимать или обменивать тот или иной товар. То есть бывают случаи разные, когда мы начинаем разбираться обращение, вернее, отказ, так скажем, торговой точки, он обоснованный. То есть, в принципе, законом ограничивается перечень наименований, которые можно вернуть в торговую точку, в торговый, ну, как скажем, в магазин. А бывают случаи, когда не совсем корректно отвечает. То есть случаи разные бывают. Мы помогаем, если реально имеется возможность помочь покупателю, мы ему всячески оказываем консультационные услуги. Поможем составить письменное, претензионное письмо. Но, в принципе, это мы работаем с этим. А если вернуться в более общую сферу, какие планы, задачи на ближайшее будущее ставите перед собой, перед отделом? Вообще, как будет развиваться наш район? Буквально в 2018 году мы приняли стратегию развития муниципального образования. И уже в рамках реализации национальных проектов, которые в 2018 году майским указом Владимира Владимировича Путина в рамках этих нас проектов у нас разработаны в Республике Башкорстан более 50 региональных проектов. И мы в рамках этих региональных проектов приняли свои сводные муниципальные планы достижения тех или иных показателей региональных проектов. То есть, в принципе, в этих документах все изложено. Если так, скажем, основные показатели пройти, это увеличение продолжительности жизни, увеличение объема ввода жилья. То есть, там уже конкретные цифровые показатели, они закреплены в числе которых я называла. Это увеличение количества субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 тысяч населения, увеличение среднесписочной численности работников, задействованных на предприятиях субъектов малого предпринимательства. То есть, эти все цифровые показатели, они обозначены. И они утверждены и приняты. Если вернуться к этим документам, то у нас, так скажем, динамичное развитие вперед. Предполагаем, что все-таки все у нас показатели динамично будут расти. И на этом время наша передача подошла к концу. Спасибо за беседу. И напоминаю, на мои вопросы сегодня отвечал заместитель главы администрации по экономическому развитию предпринимательства Фару Заканьева. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова